Дороги во дворах областного центра находятся в бедственном состоянии. В редакцию губернии 33 обратились жители Юревца с просьбой осветить их дорожные проблемы. На улице Ноябрьской люди не помнят, когда в последний раз ремонтировался тротуар вблизи местного ДК. Асфальт в Колдобинах во время дождей и притаянии снега дорога напоминает Венецию. Сейчас тут уже всё подсохло, но яма и грязь свидетельствуют о настоящих бедах. Грязь. Вынуждены в 21 веке ходить в резиновых сапогах с электрическими фонариками. Я живу здесь 12 лет, при мне ни разу не ремонтировалась дорога. Дом наш стоит 17 лет. Жильцы, которые с самого начала живут, ремонта тоже не видели. Нескоро появятся радости на лицах жителей первого дома по улице Ростопчина. От Коричневого моря страдают их машины. Чуть лучше ситуация выглядит на Лакино, но и там жители не помнят, когда в последний раз во дворе проводился ремонт дороги. Ой, страшно. Вот сейчас немножко лёд-топроту. Вообще страшно было ходить. Да, дороги вообще не делают. У нас, наверное, в 30 лет живём 40 лет в этом доме и не ремонтировались никогда. Безобразие только одно. Больше ничего. Жителям близлежащих домов самим приходилось несколько раз подсыпать ямы гравием. Но если на Лакино есть более или менее нормальный тротуар, то на Сурикова людям приходится ходить прямо по разбитой проезжей части. Наступила опять весна, даже не дожидаясь весны, вся дорога уже избита. А самое главное, вообще нет пешеходной дороги, где ходить людям. Едут машины, идут люди. Вот видели сейчас мамочка с коляской. Вот этот район. Не то само идти или машины несутся. Конечно, ужасно. Что же делать? Кто во дворах должен ремонтировать дороги? В 2016 году во Владимире заработала муниципальная программа капитального ремонта придомовых территорий, включающая ремонт дорог и тротуаров. На текущий год на эти цели из бюджета города выделено 30 миллионов рублей. Список территорий, которые отремонтируют в первую очередь, вы найдете на нашем сайте trc33.ru. Максим Палагин, Ян Захаров, Губерния 33.